Оскар С ним было трудно работать на площадке. Он часто ссорился с режиссерами. Почти никогда не знал содержание сценария и говорил своими словами. Но был неподражаемо сексуален, обаятелен и притягателен. Выставляя на показ свои душевные раны, он никогда не разграничивал актерскую карьеру и личную жизнь. Журналистки о нем писали. У него манера шимпанзе и раздутая голова размером с дирижабль. Он развлекался в Голливуде как мог, скандалил, пил, боролся за права краснокожих и чернокожих, вел аморальный образ жизни. Марлон Брандо родил в Савамахе, штат Небраска, 3 апреля 1924 года в обеспеченной семье, где отец, владелец бизнеса по производству пестицидов и кормовых добавок, воспитывал детей жестко, частенько поколачивая. А мать, провинциальная актриса, любила выпить. У Марлона были две старшие сестры, Джослин и Фрэнсис, обе связавшие жизнь с искусством. Первая стала актрисой, а вторая – художницей. В шесть лет Марлона отдали учиться в фешенебельную школу Авраама Линкольна в пригороде Чикаго. Родители часто переезжали из города в город и в конце концов расстались на несколько лет. Мальчишка рос хулиганом, с низким IQ, как утверждал директор школы. Постоянно получал замечания от учителей, отвязываясь в школьном драм-кружке и играя на барабанах музыкальной группы. А еще он обожал слушать радио и пародировать актеров. И надо заметить, что это у него неплохо получалось. А еще Марлон увлекался спортом и преуспел в этом, накачав мышцы, как у отца. При росте в 177 сантиметров мальчишка выглядел достаточно внушительно. В конце концов отец, не выдержав безобразного поведения сына, заставил его поступить в военное училище в Шатак-Сент-Мари, в котором когда-то учился сам. Именно здесь актерский талант Брандо был замечен и оценен по достоинству. Учитель английского языка Эрл Вагнер вызвал его родителей, посоветовав отдать Марлона в актерскую школу. Несмотря на сопротивление отца, мать немедленно воплотила в жизнь совет учителя. В 1943 году 19-летний Марлон переехал в Нью-Йорк учиться актерскому мастерству у выдающейся американской актрисы и педагога Стеллы Адлер, воплощавшей в жизнь систему Станиславского. И уже через год в 1944 году Марлон Брандо появился на сцене в драме «Я помню, мама». А три года спустя он сыграл культовую роль Стэнли Ковальского в пьесе «Трамвай желания». Роль, которая изменила и жизнь самого Брандо, и понятие об актерской профессии. На премьере спектакля зрители были в шоке. Молодой актер, разбив тарелку в одной сцене, продолжал диалог, выковыривая осколки фарфора и закровавленных пальцев. Он уходил в трагическую роль с головой, и понять, где кончался актер и начинался человек, было невозможно. Это была революция в актерском мастерстве. В 1951 году режиссер Элия Казан выпустил экранизацию одноименной пьесы, в которой Марлон сыграл вместе с легендарной британской актрисой Вивьен Ли и получил первую номинацию на «Оскар». Его карьера в кино бешено устремилась вверх. В 1954 году он получил «Золотой глобус» и первый «Оскар» за фильм Элия Казана «В порту». Ему было 30. Культовый статус закрепил фильм «Дикарь», в котором Брандо сыграл молодого байкера. Впоследствии актер отказывался от многих сценариев и то уходил из кино, то возвращался снова. И трудно сказать, по каким причинам это происходило. Возможно, этому способствовал характер Брандо и пренебрежение голливудскими традициями. В 1972 году его хотели наградить «Оскаром» во второй раз за фильм «Крестный отец». Но актер не пришел на церемонию и отказался от статуэтки, чтобы привлечь внимание киноиндустрии к американским индейцам. После «Крестного отца» он снялся в культовых фильмах «Последнее танго в Париже» и «Апокалипсис сегодня». А в 1980-м объявил об уходе из кино. Однако все-таки не удержался и вернулся. Пусть и в небольших ролях. И даже два раза был номинирован на «Золотую малину». Последним фильмом актера стал «Медвежатник» с Робертом Де Ниро и Эдвардом Нортоном. Марлон Брандо был женат четыре раза и имел огромное количество любовных связей, как с женщинами, так и с мужчинами, как он сам говорил. По его признанию, среди его знаменитых любовниц были Мерлин Монро, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Джоан Кроуфорд. Он отец 11 детей, судьба которых оказалась не настолько счастливой, как судьба их отца. Его сын от первого брака крестьян в 1990 году был осужден за убийство ухажера сестры Ториты Шаен на 10 лет. Впоследствии сама Торита Шаен, всю жизнь страдавшей шизофренией, повесилась, оставив сына Тука. Тук стал моделью. В последние годы Марлон Брандо проводил значительную часть своего времени на Таити, где женился на местной жительнице и еще трижды стал отцом. В конце 90-х Брандо страдал из-за многочисленных проблем со здоровьем. Он располнял почти до 140 килограммов. Ему диагностировали диабет и потерю зрения. В последние годы он почти не выходил из дома. Марлон Брандо умер 1 июля 2004 года от легочного фиброза. По завещанию актера, пепел после клеммации был развеян на Таити и в долине смерти. Субтитры сделал DimaTorzok